Аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево все чаще отправляют пассажиров, которым, мягко говоря, не рады везде. За этот год количество отправленных на родину мигрантов по сравнению с предыдущим годом стало больше. Защитники приезжих на каждом шагу трубят, что их собратья едут за работой и человеческой жизнью. Только они, мол, в отличие от местного контингента, соглашаются на скудные заработки и отсутствие жилищных условий. А на поверку им указывают на дверь как раз по причине отсутствия интеграции в обществе. По-русски говоря, пьют, дебоширят и не приносят никакой пользы. Закон предусматривает выдворение иностранных граждан за счет их средств, в том числе и за счет работодателей. Но когда уже происходит эта процедура выдворения, то есть ни работодатели, ни средства выдворения практически никогда не находятся. Это, кстати, один из самых серьезных вопросов. В прямом смысле засоряя кварталы и нередко подвергая опасности местное население, так называемые гастарбайтеры, как кровососущие насекомые, постепенно обескровливают федеральный бюджет. Который сначала находит средства, чтобы принять их в общество, а затем оплачивает билет на родину, да еще и с каким эскортом. Привези, проводи, передай в руки пограничникам, убедись, что доехали. Чем ближе расстояние, вы знаете, так сказать, стратегию авиационных компаний, естественно. Вот самое дешевое у нас это, по-моему, 10 тысяч, где-то идет. И, кстати, ни одна диаспора до сих пор еще не взяла на себя подобные материальные расходы, несмотря на ряд громких заявлений. Лишь единицы за свой счет или за счет соратников добровольно покидают Россию. И то, речь только идет о тех, кто не ждет судебного решения. Вопрос фильтрации некогда осужденных тоже интересный. По нашим законам пока нет оснований не пускать бывших сидельцев. То есть убийство человека, а к нам едут и такие, не основания. Сначала погостите в наших колониях за наш счет, а потом уж домой. Недавно произошел показательный случай. Командир экипажа, на борту которого должен был лететь один из мигрантов, просто отказался пускать его в самолет. В аэропорте развели руками, и пассажир остался. Вопрос, почему нельзя сказать «нет» в нашей стране остальным незваным гостям, если это реально работает? Я выполняю те федеральные законы, которые уже состоялись. Но в том, что вы сказали, есть абсолютно рациональное верно. То есть по-человечески все все понимают, а по закону бессильны. А тогда для кого закон? Продолжение следует...